Сегодня я хочу поговорить по оптике и обсудить вопрос о разрешающей способности объектива. И начну я свой разговор с того факта, что, допустим, что такое ввиду некоторый угол, который будет характеризовать положение максимума или угловое положение максимума нашей дефракционной картины. Итак, рассмотрим некоторую щель, которая облучается каким-то когеретным светом, падающим на эту щель под углом 90 градусов плоскости этой щели. Будем полагать, что эта щель будет представлять себе некоторые круглые отверстия размером D, и длина волны у нас здесь будет лямбра. Тогда мы за пределами этой щели будем наблюдать некоторую дефракционную картину. При всем при этом каждый последующий максимум по сравнению с первым максимумом будет составлять практически 4% от этого основного. Об этом я поговорю с точки зрения волновой оптики. в общем, в одном из, и поговорил в одном из других, из других, из уроков, посвященных непосредственно выводу всех этих интенсивностей освоенных на оправку на оптике. Но экспериментальные данные, а также все некоторые сложные теории, которые, по которым были посложены, показывают, что центральный максимум будет обладать наибольшую яркостью интенсивности, и последующий будет вводить минимальную тесивность. И поэтому угол, под которым этот центральный максимум наблюдается, будет характеризоваться некоторым значением у него, которое будет определять вот это, допустим, увеличено угла, и будет она связана непосредственно с размером нашего отверстия, посредством следующего соотношения, как 1,22, 1,22, этот угол ню, который есть изображая, это d, лямбда на d. Причина, по которым эта формула настолько нас интересует, состоит в том факте, что с использованием этой формулы был составлен некий критерий в оптике, который характеризует понятие разрешимости той картины, которую мы наблюдаем. Потому что вообще оптика, наука, как и любая физическая наука, строится в основном на базе каких-то экспериментальных измерений, и перед тем, как какую-то теорию строить, я описываю уже экспериментальные значения, которые были уже измерены и получены, вводят какие-то общие концепции, которым мы можем говорить, что эта картина хорошая, это плохая и так далее. Поэтому они строят достаточно на простых каких-то физических представлениях. Поскольку, во-первых, экспериментальные показатели, что это положение до этого минимума угловое будет определяться за счет этого соотношения, то введено теперь понятие разрешимости картины. И в то же самое время это разрешимость картины имеет возможность отображать разрешимость объектов, которые... То есть картина. Допустим, если у нас два объекта, наблюдается под некоторым углом ню, который сдается за счет этого соотношения, два герентных источника света, и у них есть какой-то дифракционное отверстие размером D, намного больше длины волны лямбда, да, что и предполагает эту формулу. Вот. И у нас, соответственно, есть вот эти два максимума. То, если минимум одного из максимумов попадает, соответственно, на... Даже вот здесь я лучше нарисую, на максимум второго, как раз пика дифракционного, то есть у нас будет какая-то такая картина, если у нас будет минимум или так далее, то результирующие две картины, которые я здесь изобразил, будут отличаться друг от друга, где-то примерно процент на 25, и можно говорить о некотором, о некотором, в принципе, разрешимости двух картин. Если, допустим, сейчас перечерчу более подробно, допустим, у нас один из максимумов дифракционных, потом второй минимум, и так далее. Вот это второй минимум, и так далее. Сейчас я нарисую второй дифракционный максимум. Вот у нас такой же будет дифракционный максимум. Вот. И вот его минимум попадает на максимум вот этого. Также, как минимум вот этого попадает на максимум вот этого. В результате чего я тут нарисовал недостаточно правило с точки зрения потому что на самом деле у нас будет такой более пологий спад вот этот спад у нас как раз и будет характеризовать естественно то что вот здесь максимум минимум сюда впадать минимум а здесь у нас будет минимум отсюда идти смию стоит в том что в результате этой картину которую мы будем наблюдать будет считаться разрешимой если во-первых интенсивность их суммарного сигнала вот здесь будет примерно таким образом изображаться что вот эта вот величина яркости будет на 25 процентов снижена от яркости этих максимумов да и кроме всего прочего с точки зрения определения дипракс когда допустим минимум одного из максимум падает на максимум другого если у нас два когерента в случае данной то есть эти две картины будут видны как раз непосредственно под этим углом то есть все пытаются связать с тем что же известно исходя вот из этого угла и будет пытаться рассчитывать разрешимость какого-либо прибора и вот теперь представим что у нас есть какой-то телескоп с каким-то допустим зеркалом диаметра д да то вот этот угол него может допустим для величины просвета быть рассчитан как дэна до представляет там четыре метра а длина волны соответственно сбой составляет 4 микрометра допустим или 0 4 даже микрометра это длина падающего излучения то соответственно разрешающая способность которые по определению эти единицы на r будет равняться ню обратная величина единица целых 22 сотых на длину волны на 0 4 микрометра на 10 минус 6 делены на 4 это нас будет равняться 1 22 на 10 минус 7 и разрешающая способность будет приближенно составлять у нас 10 седьмой единиц здесь копа с диаметром 4 метра все такая получается и соответственно вот с такими вот показателями длинной волны которые не падают таким образом можем оценить и возвращаясь по сути это наши телескопа при помощи каких-то базов поставлять основан на том что угол под которым виден вот этот вот наш дефракционный максимум на который практически теперь уже оставляет основана на фермент сессионной картины выставляет некоторые не который экспериментально и теоретически вы показаны с вот это включено за счет этого было введено понятие разрешенности картин и что я могу хочу показать вашим за счет этого видео вас обратить внимание на то что когда изучает науку физику то очень часто вот какие-то параметры оценки разрешающей способности параметры полушириной линии спектральной и так далее на основании каких-то более знакомых общих тенденций то есть что-то заранее известное мы хотим на основании вот это что-то допустим еще как-то писать вот это новое явление все спасибо за внимание